доходные дома мои фавориты можно сказать это мой любимый инвестиционный объект поскольку долгое время своей деятельности я акцентировала свое внимание именно на них начну с лирического отступления доходные дома самое естественное и исторически популярная инвестиция еще наши прадедушки и прабабушки зарабатывали на них в дореволюционном петербурге 90 процентов жилых домов были доходами а в москве доходы бюджета которые составляли в 1913 году 47 миллионов около 7 миллионов приносили налоги с владельцев доходных домов кстати возможно в те времена к самому словосочетанию доходный дом сложилось несколько негативное отношение классики русской литературы нередко в своих произведениях выставляли домовладельцев негативном свете потому что сами гении это были у с арендаторами но это так в германии отношение к доходным домам совсем инор большая часть немцев живет в съемном жилье это знают все в германии у людей мышление арендаторов они собственников это связано с тем что аренда раньше была более чем доступна еще десять лет назад среднее домохозяйство тратил на не свою квартиру около 20 процентов доходов сейчас почти 35 при том что рост арендных платежей жестко регулируется цены на аренду в рамках закона растут постоянно например с 2005 по 2018 год арендная плата выросла более чем на 50 процентов в мюнхене берлине штукарте аугсбурге несколько важных фактов в германии арендаторы практически всегда въезжает в не меблированную квартиру исключение сантехника и иногда кухня арендатор защищен законом договор аренды с ним не имеет срока действия в то время как съемщик в общем случае может расторгать его с уведомлением за три месяца хозяин же может въехать свою по сути квартиру только в двух случаях если сам планирует жить в ней а больше ему жить негде или если арендатор без уважительных причин систематически не платит кстати во многом именно из-за защищенности своих прав отношение к съемному жилью в германии особое для арендаторов это родной дом они ценят возможность жить в таких условиях и в большинстве своем стараются платить вовремя не платежи это форс-мажор не только для собственника сколько для арендатора доходные дома с единственным хозяином отличаются от тех где разные квартиры принадлежат разным людям тем что в домах второго типа есть с же если вы единоличный хозяин все вопросы связанные с ремонтом и обслуживанием дома можете решать сами или не решать если в здании нет угрозы здоровья людей формально можно вообще не думать о ремонте мерило ваших решений съезжают от вас жильцы или нет а где лучше покупать доходные дома есть по всей германии оценить конкретный район вы можете и самостоятельно открытой информации очень много например рекомендую сайт капитал д.е. раздел иммобилен компас здесь есть статистика по всем районам приведена стоимость аренды новостроек и вторички представлены текущие цены на недвижимость как выбирать доходный дом оценивая конкретный объект необходимо понять его техническое состояние если с момента постройки прошло больше 40 лет в здании должен быть сделан капремонт но в любом случае проверить нужно все изоляцию крыши электрику котел отопления заочно сделать это не получится технического писания у здания может и не быть далее оцените планировки по моему опыту они в германии особенно восточной могут быть дичайшими с ванными в спальнях с туалетами в кухне бесчисленными проходными комнатами наверное излишне говорить что нетривиальные варианты это плохо квартире с каким количеством комнат лучше сдаются вот это зависит от региона однушки обычно более рентабельны но есть места где рынок перенасыщен маленькими квартирами например в липциге после объединения германии был переизбыток однушек власти приняли программу реновации старой квартире перестраивали с двух и трехкомнатные лейпциг стал городом молодых семей а затем уже в наши дни городом самой высокой рождаемостью и сейчас самом дефиците здесь дома с четырех-пятикомнатными квартирами вот такой парадокс покупая доходный дом отдельно надо проверить арендные договора в основном на разные подвохи например продавец мог предоставить арендатору право не платить аренду связи со сделанным шикарным ремонтом другого съемщика в принципе нельзя выселить по этой же причине бывают договора заключенные еще во времена гдр и они часто имеют парадоксальные условия в пользу арендатора у собственника или маклера надо запросить арендный лист в котором указаны условия по всем квартирам наконец платежеспособность арендаторов ее тоже нужно проверить но уже не через продавца открытую информацию по людям дает например компания кредит реформ и конечно важно понять кто будет собирать и анализировать информацию это вопрос маклер делать этого не обязан возможно стоит пригласить консультанта нанимать адвоката дорого и обычно ни к чему к юристу стоит обращаться только когда возникают сложные комплексные проблемы про управляющую компанию ее важность я даже говорить не буду хотя если вы единственный собственник то управляющая компания вообще не обязательно можете все делать самостоятельно но я таких примеров не знаю буквально три короткие рекомендации компания управляющая небольшим домом должна располагаться не дальше чем 100 километрах от объекта своей заботы иначе ей будет трудно выстроить оперативную работу второе нехорошо если управлением занимается маклер само маклерство приносит больше доход а это значит в сезон есть риск что ваш помощник будет перегружен охотнее работая на комиссию и наконец третье управление на начальной стадии довольно таки убыточная история добиться успеха тут можно только если у тебя в управлении 200 250 единиц если у кандидата даже близко такого количества объектов нет нужно задуматься в следующей серии нашего проекта как инвестировать в торговую недвижимость германии подписывайтесь на наш канал ставьте лайки спрашивайте комментируйте ну а чтобы не пропустить новые серии проекта нажимайте на звоночек оповещения и и Продолжение следует...